Здравствуйте, Андрей. Я Жанна из Красноярска. Сегодня 08.09.19 года. Я хочу сделать запись того, что буквально несколько минут назад происходило в моей квартире, в моем теле, с моей физиологией. Значит, заголовок документа, который я написала на бумаге, звучит так. Развлекуха вышестоящего руководства и офицерия в СИН. Каким образом наши доблестные офицеры, которые имеют высшее медицинское образование и техническое образование, имеют награды от нашей Родины, могут себе позволить, как сказать, расслабляться вот таким неприглядным, как сказать, извращенным методом? Значит, что происходит? Сегодня, в конце рабочего дня, уже ближе к вечеру, в помещении, где находятся эти сотрудники, все операторы и находится психотронный отдел, состоялось в сборище, как бы, не только все операторов, но и их жен, их родственников. Значит, что они делают? Значит, они включают аппаратуру, которая создает в определенном частотном ритме вибрации в теле жертвы или любого другого человека. Значит, специально для большего экстаза и удовольствия собравшихся, ну, то есть офицеров и их жен, у жертвы выбирают именно интимные места. Это чаще всего бывает анальное отверстие, благалище или другой орган, мышцы которого от воздействия физического фактора начинают сокращаться и вибрировать. И жертва или человек не может справиться и остановить эту вибрацию. И это воздействие в связи с неприятными ощущениями и длительностью вибрации, или сокращениями мышцы. Тело и мозг и психика начинают гиперстрессовать, уставать, появляется боль. И жертва, и тело жертвы, и мозг жертвы начинает стонать, охоть и просить о помощи, и просить, так сказать, остановиться. Затем включаются считывающие аппаратуры сигналы с мозга. Считывается информация об ощущениях во время сокращения мышц, во время стресса и боли, которые поступают в синтезаторы речи и голоса. Плюс через эту же аппаратуру подбирается музыка с определенными словами и текстом. То есть получается, что это профессиональная звукорежиссерская, звукозаписывающая аппаратура, которая может позволить себе делать микс, то есть смешивать, соединять, соединяя голос, кричащий, соединяя голос с жертвы, кричащие о боли, стрессе и неприятных ощущениях с фразами и соединяясь с текстом и музыкой. Сейчас я хочу перечислить приблизительные фразы, чтобы жертвам было и общественности понятно, что же происходит, что кричит, что может кричать или произносить мозг, или тело, или другой орган, который подвергается насилию или воздействию какого-то физического фактора путем либо прижигания, либо вибрации в определенном ритме. Перечисляю фразы. Допустим, я больше не могу, да когда же это закончится? Я устала, мне больно, хватит лазить, могут идти стоны, охани, голосом жертвы. Таким образом, эти ублюдки, офицеры и начальство развлекаются. Далее, вот эти все фразы, к этим всем фразам подсоединяется музыка и эти все фразы включаются в определенные, как сказать, смысловую нагрузку в тексте песни. Таким образом, эти ублюдки, офицеры и начальство развлекаются и устраивают сексуально-развратные дискотеки для себя. Получают дикое наслаждение и экстаз. В этом экстазе они ржут, выкрикивают пошлые фразы, подначивают жертву. Хуже всего бывает моменты, когда насилую жертву, они добиваются стонов и оханья, причитаний, боли и даже разрывы и кровотечения и вздутия узлов на анальном конце тела жертвы. Считав спецаппаратуру эту информацию, скрыто, когда жертва не слышит их, наслаждаются и получают сексуальное удовлетворение. Производя своими действиями, устраивают садизм и оргии. Довожу до сведения общественности, что над людьми, женщинами, мужчинами, детьми, стариками глумятся сотрудники силовых структур и офицерье насилуют их прямо у них в квартирах, дистанционно и техногенно, специальной аппаратурой и физическими факторами. При этом жертвы бессильны, а МВД не хочет реагировать. Андрюша, у меня к вам просьба. Вы, конечно, и перед всеми жертвами, я извиняюсь, но это действительно так и я думаю, что большинство жертв насилуют именно так. И большинство жертв испытывают то же самое, что сейчас я испытываю, когда меня насилуют эти ублюдки. Я ничего не могу сделать, потому что они находятся в определенном помещении на левом берегу, а я нахожусь у себя в квартире на правом берегу. И хочется, конечно, схватить винтовку или ружье и приехать и расстрелять всех этих тварей. Но я адекватно, я прекрасно понимаю, что я не могу себе этого позволить, так как меня сразу же могут схватить и поместить в психушку. И никакого разбирательства со стороны МВД не будет. И это офицерье, находясь под высокопоставленным покровительством, скорее всего, пока что будет безнаказанно. Но для истории, скажем так, или может быть все-таки когда-нибудь в результате многих-многих-многих мучений и смертей нас, жертв, от психотронного насилия и геноцида все-таки кто-нибудь решится защитить и начнутся судебные дела. Вот тогда я прошу вас все, кто будет знаком с этим текстом и с моими показаниями, а это самые настоящие показания, я прошу предоставить их суду, чтобы суд и судья и люди, которые будут как сказать, сидеть, присутствовать на суде и решать судьбу этих ублюдков, понимали, что происходило с людьми и их телом, с их душой и психикой.